Привет, с вами Алексей Архипенко, и сегодня я продолжу рассказывать про систему Nodes Typer, которая занимается преобразованием текста в музыку. Сегодня мы перейдем уже к более подробным вопросам, к некоторым таким секретам и конкретным технологиям уже, которые здесь используются, и как, собственно, их использовать. Начну с того, что, ну, многие, наверное, после прослушивания начнут сразу записывать текст, уже использовать программу, поэтому я дам некоторые рекомендации, собственно, по записыванию. Я уже показывал пример записи в прошлом видео, и сейчас только хочу сказать, что если вы будете записывать какой-то текст, вы можете легко использовать, ну, как бы, свободно использовать кнопку Backspace, стирание назад, потому что ее очень легко затем из записи удалить, то есть можно просто с помощью одной галочки, одной настройки полностью удалить все нажатые кнопки Backspace, а также все, что было удалено с помощью Backspace. И это логично, потому что, в принципе, в записи сохраняется сам конечный текст, и, собственно говоря, он уже не содержит ошибок, которые вы могли совершить. Вот, но в отличие от Backspace, остальные клавиши, как стрелки, или там, значит, стрелки вверх, вниз, home, end, вот эти вот не рекомендую использовать, потому что, например, ну, вот для простого примера, просто если, например, вот сюда перейти, удалить здесь, значит, какой-то текст, да, какую-то букву, то, собственно говоря, при печати будет уже неправильной показываться позиция, начиная вот с этой буквы, потому что текст уже этой буквы не содержит, а мы ее печатали изначально, поэтому могут быть какие-то сдвиги и так далее. Поэтому рекомендую вот использовать только Backspace для стирания, а все остальное только для ввода. То есть это буквы, это символы, это Enter, пробел там, вот. Значит, дальше, конечно, не рекомендуется также использовать мышку для того, чтобы перемещаться внутри текста по той же самой причине, потому что, собственно, перемещение дальше приводит уже к каким-то изменениям, а мышка вообще не записывается, и, собственно говоря, ну, опять же, при проигрывании могут быть проблемы. Ну и, конечно, читайте остальные рекомендации на экране во время записи калибровки. Это сложные процессы, которые можно сделать неправильно, и затем вы уже не сможете исправить. То есть если вы уже записали неправильно, то затем уже исправить сложно. Если же вы во время обработки сделать ошибку, это не страшно, потому что можно обработать хоть сто раз одну и ту же запись и получить разные результаты неправильные, там, правильные и так далее. Вот. Ну и, конечно, рекомендую, если есть какие-то сомнения, сохранять backup файл прежде, чем отправлять вашу запись на сервер. Если плохая связь или вообще запись настолько хорошая получилась, что потерять ее просто при любом, в любом случае не вариант, да. Вот. Ну, а теперь перейдем, собственно говоря, к меню. Пару слов скажу о меню. Здесь, в общем-то, меню сделано таким образом, что первая часть его представляет собой процесс. Это копия, собственно, схемы процесса. Вот. А вторая часть представляет собой ссылки на отдельные, дополнительные какие-то разделы, где можно редактировать, вот в данном случае это layout, это связь, клавиш. Мы пированили как карта соответствия клавиш и нот. Это ряды, то есть последовательности нот и лады. Ну, лады это просто, собственно говоря, обычные там лады. Мажорные, минорные, гармонические минорные, там и так далее. Хроматические. Вот. То есть это некие кирпичики, из которых, собственно говоря, уже строится система обработки. Да, вот, собственно говоря, я говорил вот об этой схеме. На этой схеме видно, как, в общем-то, процесс идет от текста до конечного звука, до MIDI. Ну, здесь дальше не показано, как от MIDI мы получаем звук, но это понятно, да, либо проигрываем в самом браузере, либо экспортируем в рабочую станцию, до и так далее. Значит, вот эти процессы мы прошли, получили записи. Кстати, вот эта база записи, она находится, соответственно, вот здесь. И можно увидеть здесь, собственно говоря, ту запись, которую мы делали, да, в прошлый раз. Вот. И дальше, собственно говоря, переходим к процессу. Процесс, точнее, это обработка. Значит, обработка, она получает с одной стороны запись, и с другой стороны присоединяет к ней, ну, то есть, накладывает некие коэффициенты. Скажем так, обрабатывает запись алгоритмами, которые управляются этими коэффициентами. И также, в принципе, можно сказать, расширенным вариантом коэффициентов являются ряды и карты сопоставления клавиш и нот. Ну, а теперь давайте подробнее посмотрим, как, собственно говоря, выглядит экран обработки. Вот я сейчас открываю какую-то, значит, какую-то запись, и могу нажать начать обработку с коэффициентами, заданными по умолчанию. То есть, я перейду тогда к странице коэффициентов, и все коэффициенты будут установлены в умолчание. Значит, все коэффициенты разбиты на группы. Это общие настройки, длина нот, громкость, цифробуквенные символы, и затем идут нецифробуквенные символы, которые разделим тоже на пробелы, специальные символы, пунктуация, энтеры, и специальные клавиши. То есть, это бэкспейс, делит, шифты, эррос и так далее. Соответственно, в каждой группе есть некий набор коэффициентов, некий набор параметров. Эти параметры, в принципе, внутри группы расположены таким образом, как алгоритм их использует. То есть, например, если вы видите в начале этот параметр, то, скорее всего, алгоритм применяет сначала ту часть, за которую отвечает этот параметр, а затем остальные, да. Ну, значит, общие настройки – это самый простой раздел. Здесь только выбор инструмента. Собственно говоря, можно выбрать любой инструмент. Они, конечно, звучат не очень реалистично. Для получения более реалистичного звука, естественно, нужно использовать VST. Но так или иначе, примерно что-то такое сравнить можно. Вот, кстати, сразу слышно, что вот здесь были какие-то очень короткие звуки, скрипки, и длина, в общем-то, не совсем соответствует, наверное, выбранному инструменту. То есть, здесь более логично было бы сделать длинные ноты, между которыми мелодия переходит. Ну, в принципе, можно оставить эстакаты, да. Вот. Значит, таким образом мы, собственно говоря, плавно переходим к следующей части, к следующей группе настроек параметров – это длина нот. Значит, что можно делать с длиной нот? Ну, самое первое, самое простое – это удалить длинные паузы. То есть, например, если мы печатали текст и просто отошли попить чай, например, на полчаса, а потом вернулись и продолжили печатать текст, то мы можем указать здесь значение 1, и все паузы, которые имеют длину больше одной секунды, будут сокращены до одной секунды. То есть, просто-напросто вся тишина будет вырезана больше, чем одна секунда. Очень удобно, но надо не забывать, конечно, что если таких пауз больше одной секунды в вашей печати много, и все они будут сокращены ровно до одной секунды, это может звучать ненатурально. Поэтому это, ну, то есть, параметр длину вот этого вырезаемого, ну, скажем так, максимально разрешенной паузы нужно задавать таким образом, чтобы это была редкая ситуация. Но, с другой стороны, на самом деле не так уж и слышно, что там происходит, особенно учитывая, что пауза это не между нажатиями на клавиши, а между отжатием предыдущей клавиши и нажатием на следующую. То есть, например, если мы будем повторять одну и ту же клавишу раз в две секунды, то расстояние между нажатиями на клавиши будет все время разным, потому что будет все время добавляться длина самой клавиши. Ну, это уже сложно, но смысл в том, что нежелательно использовать этот элемент как образующую музыку. Затем, вот, выделением фоном идут варианты какие-то, скажем так, режимы обработки. И на самом деле в каждой группе почти есть такие разные режимы, которые переключают обработку в тот или иной режим и, соответственно, обычно исключают остальные режимы, которые выделены вот в этой группе цветом или фоном. Режим по умолчанию, выбранный для длины нот, это не менять длину нот вообще, потому что, в принципе, считается, что, ну, это как бы стандартный вариант, что при печати мы уже управляем как длиной нот, и этой длины обычно достаточно для музыки, а музыка для того, чтобы она была похожа на печать нот, она, соответственно, должна сохранять эту длину. И вот в данном случае, в этой записи конкретно, мы имеем длины нот от 0,02 секунд до 4,76 секунд, то есть, аж до 5 секунд. 5 секунд – это самая длинная нота, вот, наверное, вот эта нота, вот, соответственно, на которую наложены остальные. Вот. Теперь, значит, следующий режим – это установка случайных длин нот. Ну, вообще, довольно странный режим, кстати, никогда его не использовал, но он есть. Например, можно указать от 0,01 до 1 секунды. И действительно видно, что ноты укоротились. Вот. Причем ноты получили случайные значения. В данном случае, например, самая длинная нота оказалась самой короткой из этих вот четырех нот, например, да. Ну, так или иначе, такой режим есть. Может быть, для какого-то задачи его можно использовать. Я его пока не использовал. Значит, и следующий режим – это нормализация и расширение, значит, длины нот и приведение, собственно говоря, вот этого диапазона к какому-то новому диапазону. Сейчас я покажу схему, как это работает вообще. Я написал статью с примерами и, собственно говоря, вот на этой схеме видно, что происходит. Например, если мы хотим взять исходный диапазон 0,03,1, то есть, соответственно, от 0,03 секунд, например, до 1 секунды, и преобразовать его в диапазон от 0,7 до 1,5 секунд. Таким образом увеличив длину, но при этом сохранив вот некую динамику, некое изменение этой длины. Вот. И мы получаем, собственно говоря, такой сжатый в данном случае и поднятый график, сохранивший, собственно говоря, форму, да. Вот, сохранивший форму. Вот, собственно говоря, как это работает. Графически это видно. Ну, математически это тоже несложно, но я не буду останавливаться в этой лекции на математике. Главное, как это, собственно говоря, вот какой визуальный и музыкальный результат мы получим, да. Можно, кстати, попробовать и, в общем-то, запустить в таком режиме. Обработку. И мы получим... Мы получим здесь... Ну, что важно, да? То есть, на что нужно обратить внимание? То, что в отличие от предыдущего рандомного варианта, вот эта нота оказалась все равно самый длинный. И вот именно эта нота имеет ту длину, которую мы указали максимально. Потому что мы, приводя диапазон к какому-то новому диапазону, мы самую длинную ноту, а именно 5 секунд или там 4 секунды, которая была, да, мы привели ее к 1 секунде. И здесь как раз видно, что вот, учитывая, что между вот этими серыми полосками 1 секунда, что здесь примерно как раз 1 секунда и есть. Вот. Ну и, соответственно, остальные ноты короче. То есть, здесь сохранилась некая иерархия длин нот, но при этом в данном случае они сократились, да. То же самое можно сделать, там, удлинить их, да. Обычно я использую это как раз для удлинения нот. Вот. Соответственно, это были взаимоисключающие режимы. Дальше идут не взаимоисключающие, а дополняющие какие-то режимы обработки, которые, кстати, обратите внимание, могут отключаться некоторыми значениями параметров. Ну, например, если мы установим лимит паузы в ноль, то никакой обработки лимит не будет. Потому что, ну, грубо говоря, если действительно бы обработка была с нулем, то просто не было бы вообще расстояния между нотами, да. Вот. Ну, тем не менее, если нужно поставить, там, почти нет расстояния между нот, то можно сделать вот так, и все ноты окажутся очень плотно друг к другу расположены, да. Вот. Ну, на самом деле произойдет, собственно, выяс сокращение длины. Если говорить вот об этом параметре, увеличить скорость, то есть, точнее, умножить скорость на какое значение, то тоже при умножении на 1 ничего не изменится. Реально это умножение работает очень просто. Позиция и длина всех нот умножаются на некий коэффициент. Соответственно, если поставить 2, пардон, точнее, делятся на этот коэффициент. Соответственно, если поставить 2, то все просто-напросто ускорится в 2 раза. Все ноты станут короче и будут расположены левее, там, в 2 раза. Ну, вот, соответственно, результат, да. Вот. Сейчас я звук отключил, чтобы он не мешал. Следующее – это перемещение букв ближе к центру слова. Значит, как это работает? Тоже покажу на примере статьи. Собственно говоря, вот исходное какое-то расположение букв, которые мы нажимали. А здесь вот то есть времени. Ну, то есть, видно, что вот сначала мы нажали букву H, потом E и так далее. При сжатии слова все буквы двигаются ближе к центру. А на самом деле, если математически рассуждать, то расстояние между центром и... Расстояние между центром слова и положением буквы фактически делится на тот коэффициент, который мы ввели. И таким образом, если мы вводим, например, коэффициент 2, то слово сжимается в 2 раза, занимает там в 2 раза меньше места во времени. И все буквы сдвигаются в 2 раза ближе к центру. Ну, то есть, соответственно говоря, соответственно, при этом расстояние между словами оно увеличивается. Коэффициент меньше единицы использовать не рекомендуется, потому что он приводит к тому, что слова расширяются и могут наползти друг на друга. Соответственно, этот алгоритм делает музыку более разделенной на такие группы. То есть, ноты как бы больше группируются, они приближаются друг к другу и звучат такими кластерами, что ли, да, фактически похожи на кластер в зависимости от лады, который использован. Вот. И можно посмотреть сразу пример. Сейчас я включу звук. Вот. Можно даже посмотреть, собственно говоря, какие здесь настройки использованы, нажав на настройки. И здесь видно, что слова сжаты здесь в 2 раза. Ну и слышно как раз, что вот слова звучат отдельно, да, вот этот результат работы этого алгоритма. Хорошо. Сразу хочу сказать, раз уж мы перешли к этой обработке, что здесь используется как раз режим удлинения нот. Удлинение... Удлинение нот, да. То есть, ну, грубо говоря, было 0,01, 1,43. Я удлиняю до 0,2, до 0,3. Значит, во-первых, я увеличиваю в 2 раза максимум. Во-вторых, я значительно увеличиваю минимум. То есть, я фактически сдвигаю все ноты от 0,01 до 0,2. Добавляю всем нотам фактически 0,2 или даже больше в некоторых случаях. 0,2 секунды. Вот. И это сразу видно, конечно, на... в пианороле, потому что обычно при печати клавиши достаточно короткие, по крайней мере, большинство. Есть только специально не жать, не давить, да, нажатие короткие. А здесь все нажатия длинные. Ну, то есть, соответственно, это дается соответствующий звук для, там, легатных инструментов, например, для флейта в данном случае, да. Следующая настройка, которая связана, собственно говоря, вот с этой, это ограничение пересечений нот. Причем в скобках написано, что пересечение или наложение нот одной и той же, как бы, высоты, то есть наложение самих нот друг на себя же, они всегда ограничены. То есть, собственно говоря, наложение такое невозможно. И если, например, выбрать что все буквы будут находиться, например, на одной ноте, сейчас еще это, all letters one note, ну, мы, собственно говоря, получим как раз этот случай. И, ну, здесь на самом деле особо не видно, но вот эти все, значит, ноты, они не пересекаются никак. Но если загрузить вот в рабочую станцию уже MIDI и посмотреть конкретно, как это выглядит, будет понятно, что никакого пересечения нот одной высоты нет. Но если мы говорим о, собственно говоря, вот нотах разной высоты, как в случае вот с этим конкретным треком, да, мы можем захотеть ограничить пересечение нот, вот, как бы, идущих друг за другом. Например, вот здесь пересечение достаточно большое. Нота U начинается гораздо раньше, чем заканчивается мягкий знак. Ну, не нота U, да, то есть нота, соответствующая букве U. Чтобы это не происходило, мы можем здесь ограничить, например, случайным числом от 10 до 100 миллисекунд. Посмотрим, как это будет выглядеть. Вот, сразу стало видно, что мягкий знак U здесь, ну, пересекаются, но очень немного. И если мы будем обновлять страницу и, как бы, генерить заново, то здесь могут быть пересечения немного по-разному каждый раз. Выстраиваться, ну, на самом деле, наверное, разницы особо не видно. А, вот сейчас видно, да, то есть сейчас пересечения вообще почти нет. То есть, там, в районе 10 миллисекунд сейчас выбралось значение. То есть, для чего вообще вот указывается не фиксированное значение этой паузы, ну, скажем так, не паузы, а в данном случае пересечения, как здесь, да, а разрешается делать рандомную величину. Конечно, мы можем вот сделать 10-10, и это будет фиксированное, фиксированное, значит, пересечение. Вот, кстати, пример. Видно, что ноты пересекаются. Это как раз настройка 10-100 миллисекунд, но каждый раз пересечение имеет разную длину. Вот, это сделано как раз для того, чтобы не было ощущения постоянно одного и того же пересечения. Причем, нужно понимать, конечно, что вот эти пересечения, они слышны только в определенных инструментах. Только в инструментах, где не используются легатные переходы. Потому что, когда используется легатный переход, длина пересечения обычно особенно не важна. Вот. Потому что, ну, нота просто уходит на следующую, и все, и тут пусть хоть до конца идет вот эта нота предыдущая, ничего не будет слышно. Но, например, в таких инструментах, как фортепиано, это может быть слышно. То есть, ну, грубо говоря, когда пианист играет, он обычно, ну, переставляя палец с одной клавиши на другую, обычно у него пересечения нет. А когда он, например, играет одной, одним пальцем по одной клавише, а другую переставляет со второй на третью клавиши, например, да, то есть там может быть пересечение некоторое с первой клавиши. Ну, короче говоря, пересечения какие-то возможные. И если эти пересечения будут ограничены строго математически определенным числом, и это будет происходить с каждой нотой, ну, как, например, здесь, да, то есть в данном случае вот у меня увеличены ноты настолько алгоритмом, что они начинают все пересекаться. И везде отрабатывает алгоритм пересечения. Здесь, 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 здесь и так далее. Если будет постоянно одинаковая длина пересечения, то это будет иметь определенный характер звукоповторяющийся. И я рассказываю об этом как раз в лекциях по снижению механистичности звучания. Вот в данном случае механистичность мы таким образом снижаем. Вот. И дальше получается этот, этот MIDI-файл, он уже больше подготовлен для работы с VST-инструментами. Вот. Ну, в принципе, рассмотрели на самом деле все параметры длины нот и переходим к громкости. Значит, с громкостью ситуация немного другая. Если мы при работе с длиной нот могли просто-напросто ничего не обрабатывать и оставить полностью длину нот такой, которая она была, то в громкости это невозможно. Напомню, что громкость мы получаем с микрофона. И меняется она, если память мне не изменяет, где-то до 10 тысяч максимум там. Причем, на самом деле, не важно, докуда она меняется. Но меняется она до какого-то значения максимального. И вот конкретно, например, в этой записи громкости нажатий на клавиши, а именно вот тех моментов, когда были нажаты клавиши, да, потому что само нажатие на клавиши – это, конечно, не момент. Это с точки зрения звука – это такой некий горб. То есть, громкость увеличивается, вот звук идет, клавиша нажимается, затем он затухает, и все это продолжается там, ну, к примеру, 100 миллисекунд, 200 миллисекунд там, да. Соответственно, вот в нашем случае вот эти вот пики, которые фиксируются в момент поступления сообщения от клавиатуры, они распределились от 189 енотов до там 5854 каких-то условных единиц. Вот. И наша задача, собственно говоря, на самом деле перейти в формат MIDI. А формат MIDI определяет в velocity, то есть громкость каждой ноты от нуля до 127 силу нажатия. Поэтому, собственно говоря, самый простой вариант был бы, например, ну, разделить 5854, то есть разделить значение на 5854 умножить на 127, то есть напросто привести полностью к нулю. Вот. При этом убрав вот это значение вообще из рассмотрения. Но я не использую такой подход, я использую более статистически такой, на мой взгляд, правильный подход, который так же, как и в случае с длиной нот, в случае нормализации, используют такую же нормализацию для приведения к некому диапазону. И сразу покажу тоже слайд. Это, в общем-то, аналогичный слайд, но в данном случае мы приводим громкость от диапазона, например, 195-2500 к диапазону 60-127. Ну, это такой верхний диапазон, то есть где-то там игра идет на Forte Fortissimo, да. Вот. Ну и видно, в общем-то, как это работает. То есть тоже сохраняется вот форма и все перемещается вверх. Вот обращаю внимание на важный момент, да. Громкость не доходит до нуля здесь. Что это вообще означает? Ну, вообще-то, это зависит, конечно, от того, что там за запись, но обычно просто-напросто самые тихие клавиши дают настолько низкий уровень шума, что он становится фоновым. То есть он как бы сливается с фоном. И вот этот вот минимальный уровень это просто фоновый шум, может быть. Вот. Если же микрофон стоит прям очень близко и очень-очень все хорошо фиксирует, то это будет действительно самая тихая громкость нажатия на клавиши во время записи. И если мы это приведем к нулю, если здесь поставить ноль, да, то получится очень интересная вещь. У нас диапазон сместится вниз динамически. То есть вот это пространство уйдет. И таким образом мы получим часть нот, которые почти не звучат, потому что они находятся там где-то в районе нуля. Вот. Обычно мы не хотим получать ноты, которые почти не звучат. Ну, потому что зачем тогда вообще их нажимать, да. То есть, например, вот эта нота точно не будет звучать, потому что она попадет в ноль. Минимальная нота попадет в ноль. Вот. Поэтому, собственно, и придумано такое дефолтное значение, как 10. То есть самая минимально громкая нажатая нота будет иметь громкость 10. Это громкость, при которой еще что-то там слышно. Вот. Соответственно, вот так вот. Ну, что могу, в принципе, еще посоветовать. При обработке здесь в программе динамика не очень слышна. То есть разница между тихим и громким там нажатием в MIDI инструменте не очень слышна. Но в VST инструментах эта разница может быть огромной. Поэтому вам может потребоваться просто обработать несколько раз. И импортируя в рабочую станцию в контакт там VST инструмент уже посмотреть, как он звучит. И, возможно, здесь диапазон сжать. Например, может быть, избежать очень громких каких-то ударов. Например, 100 поставить. И избежать слишком тихих, которые вообще не слышны, да. То есть, поставить, например, какой-то диапазон там 40-100. Ну, к примеру, да, если у нас инструмент слишком громко звучит в верхнем диапазоне и слишком тихо в нижнем. Это совершенно стандартные настройки. Тоже для VST инструментов могут часто пригодиться. Да, ну, естественно, есть здесь такая же возможность распределить громкость случайно в неком диапазоне, а именно в том же самом диапазоне. Но тоже используют довольно редко. В принципе, вот любители совсем такого рандомного звучания здесь могут найти вообще много чего интересного. Например, можно распределить длину нот и громкость случайно, а вот сами, например, клавиши полностью распределить жестко по какому-то там, по какой-то карте или по другому сопоставлению, о которых мы поговорим позже. Вот. Теперь последний параметр, довольно интересный. Значит, что он делает? То есть, этот параметр предложен моим братом был изначально. И что делает этот параметр? Он работает только с заглавными буквами, во-первых. То есть, и он изменяет и громкость, и длину. Соответственно, поставив здесь двойку, мы увеличиваем длину нот, созданных заглавными буквами, в два раза. И поставив двойку здесь, мы увеличиваем там громкость условно в два раза. Вот. Но надо, конечно, понимать, что в два раза громкость увеличить нельзя, потому что она может просто выйти за пределы допустимого значения MIDI. Вот. И поэтому, собственно говоря, ну вот здесь написано в руководстве, да, что на самом деле в два раза уменьшается расстояние от громкости ноты до максимального значения. Ну, то есть, например, если мы имеем громкость ноты изначальную 60, то поставив здесь значение 2, ну или, так скажем так, 67 будет проще, мы уменьшим расстояние от громкости ноты до 127 в два раза. Если сейчас это расстояние 60, 127 минус 67, да, то будет 30. Соответственно, после применения этого параметра у нас будет не 67 громкость, а 97, да. Ну, то есть, неким образом, опять же, это уже математика, неким образом вот этот параметр компрессирует, подтягивает громкость наверх вот всех нот, независимо от их громкости исходной, да. Ну и, естественно, да, этот алгоритм больше влияет на тихие ноты, значительно изменяя их громкости, меньше влияет уже на громкие ноты, потому что они и так уже там достаточно громкие. Вот, на этом сегодня все. Мы рассмотрели основные параметры настройки длины нот, громкости и в следующий час перейдем, на самом деле, наверное, к самому интересному и самым сложным алгоритмам, которые используют, собственно говоря, для выбора нот. То есть, какие конкретно ноты будут играть в музыке и как это может зависеть вообще от букв или там от каких-то символов. Всем спасибо, жду вас в моих следующих записях. Спасибо.